Мы начинаем наше слово. И вы знаете, сегодня я хочу говорить о церкви. Мы живем в интересное время. Мы живем в то время, когда большинство церкви вообще закрыто, не действует. Вот мы сегодня здесь с вами собрались, собрались мы все во имя Господне. Собрались, чтобы прославить Бога, чтобы послушать Его Слово, чтобы помолиться, чтобы Его поблагодарить. Это потребность нашей души. Вы знаете, это не только потребность, но это определенное повеление, которое исполнялось церковью. Церковью христианской со времени воскрешения Иисуса Христа. То есть две тысячи лет, каждое воскресенье собирались люди, собирали своими Его, поклонялись Богу. И никто это не может отрицать. Церковь собиралась в воскресный день, день воскресения Иисуса Христа. Когда проповедовалось слово, шло назидание, шло утешение. И вот сейчас мир, в мировой, так сказать, пандемии этой проблеме, короне. И мы видим, как церкви наполнены страхом. Мы видим, как люди наполнены страхом. Мы видим, как люди делают выбор. Мы видим, как люди переживают за свое здоровье, за жизни своих близких, родных. И можно сказать, церковь, она стала таким устрашающим местом, в котором люди говорят, что не могут заразиться и так далее. Но вы знаете, что я хочу сказать? Бог дал, как по-английски, restrain, ограничение человеку с самого начала творения. И три ограничения, которые существовали всегда. Это совесть, то есть в нас записаны внутри Божьи законы. И совесть часто нас обличает. Совесть нам говорит о том, что хорошо, что плохо. И даже люди, которые Бога не знают, но они имеют совесть внутри себя. Вторая вещь – это семья. Посредством семьи, посредством воспитания детей, человек наставляется на праведные пути. Наверное, нет таких родителей, которые бы не желали добра своим детям, которые бы не хотели видеть своих детей действительно добрыми, воспитанными, высокоморальными людьми, если только родители сами не в проблеме. Третья вещь, о которой сказано и в Писании сказано, и мы видим, что на протяжении всего существования вообще древнего мира были власти, была армия, были люди, которые посвящены охране государства. В настоящее время мы имеем полицию. И вы знаете, все, что происходит сейчас, что мы видим, это разрушение вот этих трех вещей. Первое – совесть человека. На совесть человека уже давно идет покушение. И в Писании сказано, что есть люди, которые сожжены в своей совесть. Совести уже не остается. Люди творят такие вещи, моральные, сексуальные. И если ты говоришь против этого, тебя же заклеймят. Попробуй сейчас где-то подыми голос против LGBTQ community. Попробуй что-то скажи против гомосексуализма. Вы знаете, что сейчас многие родители, либерально настроенные, они даже с рождения не хотят вести ребенка в определенном направлении, в определенном направлении пола, того, которым он родился. И недавняя новость просто. Одна женщина, очень состоятельная, богатая, либерально настроенная, имеет дочку. Два года, и она говорит, пусть она сама выбирает свой пол. Она покупает ей игрушки для мальчика, машинки, траки. И тут же она покупает игрушки для девочек, платья для девочек. И что она наблюдает? Что в определенный момент она приходит, и эта девочка, она одевает эти траки в платьюшки, потому что это написано в ее ДНК, что она девочка. И люди, они действительно теряют совесть, они творят такие вещи, которые иногда даже стыдно произносить. Дьявол покусился на совесть, дьявол размыл мораль. Второе, семья. Мы видим, что семьи разрушены. Мы видим, вы даже посмотрите в магазинах, не так часто увидим, что ребенок идет с папой, в основном с мамами. Где папы, неизвестно. Папы работают или пап нет вообще. Особенно мы видим в афроамериканском комьюнити здесь, пап практически нет. Дьявол разрушает семью, и мы видим, что дьявол разрушает полицию. Та власть, которая действительно дана для того, чтобы охранять порядок, для того, чтобы поддерживать закон. Мы видим сейчас, что те же самые подростки, тинейджеры, которые не имели отца, может быть, которые ненавидят власть. Они идут, и они просто кроют матом, они уничтожают эти полицейские машины. И это доходит до уровня власти, когда говорят, что мы не будем финансировать полицию. Три вещи уже уничтожены. Остается четвертая святая вещь – это церковь. И дьявол сейчас покушается на церковь. В церкви ты заразишься короной, в церкви ты будешь общаться с людьми. Но когда я вижу забитые паркинги возле магазинов, мне хочется плакать. Потому что люди, которые посещали церковь, которые давали Богу посвящение, которые клялись Ему в любви, сейчас сидят по домам. Сейчас, воскресный день, они сидят на Фейсбуке, они занимаются своими делами. Дьявол хочет разрушить церковь. Церковь – это последний оплот, это последнее основание, которое является сдерживающим фактором здесь, на земле, для людей. Друзья мои, если мы с вами разбежимся, если мы с вами будем в разъединении, если мы не будем в единстве, если мы не сохраним вот эту Божью любовь, не будем просто с святостью, с почтением относиться к Богу, к собранию святых, не останется ничего сдерживающего человека, чтобы он полностью окунулся в грех. И вы знаете, Иисус Христос, Иисус Христос, Он придет, Он придет, и Он спросит с нас, чего ты боялся, о чем ты переживал больше, ты переживал о короне, или ты переживал, что твои дети не спасены, или что твои родные далеки от Бога, о чем ты переживал. И знаете, мы, конечно же, не хотим никому зла, и мы понимаем, что вирус есть, но мы, как христиане, мы должны делать выбор, и мы не должны попирать просто, знаете, и общение, и поклонение Богу, не должны попирать церковь. Вы знаете, Павел, он говорил такие вещи, когда писал Тимофей уже перед тем, как он знал, что он уйдет с этой земли. Но он писал Тимофею такие слова. Это 2 Тимофея, 4 глава. Откройте, пожалуйста, если есть. С 1 стиха, я читаю в современном переводе, в расширенном, Иисус Христос снова придет, чтобы править своим царством. Поэтому, Тимофей, я торжественно завещаю тебе перед Богом и Христом, который будет судить живых и мертвых, проповедовать Слово Божье. Будь готов исполнить свою задачу, когда это тебе удобно и неудобно. Вы знаете, вот сейчас как раз очень многие говорят, что сейчас не самое удобное время ходить в церковь, говорить о Боге. Дайте людям успокоиться, дайте людям разобраться с этой короной. И он дальше говорит, когда удобно и неудобно, в другом переводе, возвещай слово, будь настойчив и в удобное, и неудобное время. Вы знаете, у Бога нету никаких вообще ограничений по пандемии, по законам. Кто есть глава церкви? Скажите, пожалуйста. Наш губернатор, нашего штата, мэр города Ворона, президент Трамп, или Байден, или кто? Кто есть глава церкви? Иисус. Иисус Христос. Поэтому мы должны Ему подчиняться. Самое главное. И дальше он говорит, убеждай людей в том, что им следует делать. Предупреждая их, когда они неправы, с терпением ободряя их, наставляя их. Так как, почему? Он говорит, почему ты должен это делать? Пока вот открыто эта дверь, время. Он говорит, так как придет время, когда люди не захотят слушать здравого учения, но станут выбирать себе учителей в соответствии со своими желаниями, которые будут им говорить то, что они хотят слышать. Другими словами, наступит время, когда люди не будут выносить здравого учения. То есть оно просто будет их раздражать. Раздражать. Вы понимаете? Я вам хочу сказать честно. Были у нас товарищи, которые мне говорили, я хочу слышать проповедь, как мне быть успешным в этом мире, как мне процветать в этом мире. Я не хочу слышать о покаянии, я не хочу слышать о пришествии, я хочу процветать в этом мире. Люди не хотят слышать здравого учения. И сказано, тогда они отвратят свой слух от истины и станут внимать лживым росказням. И дальше он говорит Тимофею, ты же должен владеть собой при всех обстоятельствах, выносить страдания, совершать свой труд проповедника благовестия и исполнить порученную службу. Вы знаете, я не думаю, что это касается только пасторов и священников. Потому что в Писании сказано, мы от имени Христова призываем вас всех примиритесь с Богом. Во множественном числе. наше служение, служение как церковь вообще здесь, вот быть этим светом и примирять людей с Богом, говорить им о Боге, говорить о спасении. И вот интересно здесь сказано, он говорит, и во время, и не во время. То есть, когда окажется удобно и когда неудобно, но церковь должна оставаться церковью. Что же происходит сейчас? А происходит сейчас следующее, что, я уже говорила об этом, что очень многие люди боясь напугать человека, боясь его как-то отстранить. Они дают Евангелие, но дают Евангелие сладкое, как сладкую таблетку. Они не говорят о двух главных вещах. Первая вещь, что все люди согрешили. Это не значит, что если ты порядочный человек, тебе не нужен Бог, тебе не нужно спасение. Спасение нужно всем, и евреям, и язычникам, всем людям. Потому что изначально все рождаются с именем греха. Вторая вещь, главное, что ты не можешь спастись сам. Ты не можешь спастись, делая благотворительные дела. Ты не можешь спастись, строя церкви. Ты не можешь спастись, не придя к Иисусу Христу, потому что это условия Бога. И для этого есть сила Божья. Сказано, что никто не может получить спасение и покаяться, если Дух Святой не совершит эту работу. Поэтому вторая вещь, это сила Божья, которую церковь не должна забывать, игнорировать, и именно об этом говорит человеку. И вот получается, это сладкая таблетка, которую христиане часто дают, которую церковь дает, да даже с высоких как бы трибун пастора говорят, о том, что у вас все хорошо, все прекрасно, мы не будем говорить краеугольные темы. Это подобно тому, как человек больной приходит ко врачу и говорит, у меня болит, мне больно. И доктор говорит, вот возьмите эти таблеточки, начните их пить, оно успокоит вашу боль. Человек говорит, а что со мной, доктор? Да это не важно, это не важно, вам не нужно это знать. Вот пейте таблеточки, ну как же, доктор, я хочу знать, что со мной происходит. Это не важно, вы пейте таблетки, это успокоит вашу боль. И вот, знаете, когда мы себя так ведем, когда, как в Писании сказано, что мы не обличаем мир о грехе, мы не говорим человеку, что ему нужно примирение с Богом, мы ведем себя, как этот доктор. Нельзя в церкви сейчас засыпать, прятаться и молчать. Здесь большая-большая ответственность. В другом месте Писания сказано, как человек, как призывать того, в кого не уверовали, как веровать в того, о ком не слыхали, как слышать беспроповедующего, смогут ли уверовать те, кто о нем не слышал, смогут ли услышать, если им никто не возвестит. Римлянам 10 глава. То есть, вот эта ответственность лежит только на церкви, только на нас с вами. Знаете, я вспоминаю, когда я пришла к Богу. Я, знаете, и не думала вообще, что я когда-то попаду в церковь, вот именно такого плана, полного Евангелия, да. А пока однажды я не пошла к своему косметологу. И эта девочка, она посещала баптистскую церковь, она ходила в церковь. И пока она мне там делала чистку лица, она мне потихоньку рассказывала о Боге. Вы знаете, вот не было там особых евангелистов, миссионеров, я не посещала больших служений. Но она мне свидетельствовала, она в Харькове, она пригласила меня в маленькую церковь, совершенно маленькую, меньше нашей, которая собиралась в доме. И вот это было первое приглашение. Конечно, до этого у меня была встреча и с американскими верующими. Я училась на курсах английского языка. У меня была встреча тоже с одним пастором, который просто помолился за меня, там попророчествовал. Но тем не менее, вот эта девушка, которая была не намного старше меня и была студенткой, она мне стала говорить об Иисусе. И вы знаете, так каждый из нас, где бы мы ни работали, на уборках, по уходу, может быть, я не знаю, волосы вот Наташа стрижет, кто-то, то есть где бы мы ни были, мы имеем возможность засвидетельствовать человеку о Боге. Мы имеем не то, что даже возможность, возможности есть всегда, но мы имеем определенную ответственность. Поэтому сегодня мы говорим о церкви. Если церковь, она забудет о своей миссии, если церковь разбежится просто по домам, если церковь станет виртуальной, проблема, проблема. Знаете, еще хочу сказать, что Бог будет благословлять только правду, только истину. Когда мы преподносим человеку размытое Евангелие, когда мы говорим о том, что приди в церковь, ты все получишь. У нас тут и бесплатные обеды, у нас тут и продукты Олег приносит. И пастор помолится за тебя, за исцеление, за благословение. Приди, все в твоей жизни будет хорошо. Знаете, мне вспоминается то, что говорят в Китае и в Китае, когда человек приходит ко Христу. Ему говорят, что если ты становишься христианином, знай, что ты потеряешь все. Будут гонения, ты можешь лишиться работы, ты можешь никогда, твои дети не поступят в хороший вуз, ты можешь лишиться всего, всей помощи, всего, потому что это коммунистические страны. У нас же по-другому. Приди к Богу, ты все получишь. И если вдруг что-то из списка человек не получает, что он делает? Он возмущается, отворачивается от Бога. Неправильный посыл, неправильное Евангелие. Конечно же, мы не должны человека настраивать и пугать, что он там потеряет все. Нет. Но мы должны говорить правду, что человек грешен, ему нужно спасение, ему нужно возрождение, ему нужно спасение его души. И в этом главная наша миссия, главная ответственность. Но вы видите, что в Писании сказано, что придет время, когда люди не захотят слушать истину. Не захотят. И будут выбирать себе учителей, которые будут что? Льстить слуху. Которые будут говорить именно в соответствии с их желаниями. Вот поэтому мы сейчас видим, непопулярны темы, непопулярны про второе пришествие, непопулярны про грех, непопулярны вообще про такие остротрепещущие темы, которые именно затрагивают спасение человеческой души. Знаете, я хочу сказать, такое хорошее есть выражение. Мы с вами, как верующие, как церковь, мы не призваны готовить пищу. Мы призваны взять Евангелие и сервировать, подать человеку неразмытое, неприукрашенное, без всяких обещаний. А Евангелие очень простое. Ты грешник, тебе нужно покаяться, обратись к Богу и живи по Божьим законам. Все очень просто. Поэтому наша работа не в том, чтобы эту пищу готовить духовную, приукрашать, потому что Богом все приготовлено. Но наша ответственность — донести, донести Его. Для этого, конечно же, мы сами должны быть укреплены. Мы сами должны не забывать о нашем посвящении. Вот был праздник Ханука. Вы знаете, что Ханука вообще в переводе — это посвящение. Есть ли это посвящение у нас? Где все люди, которые посвящали себя Богу в водном завете? Где все люди, которые плакали возле креста на энкаунтерах? Где они? Поэтому не будем менять рецепта Божьего блюда, спасения. Не будем ничего добавлять. Но будем сами стоять в верности и нести эту пищу в этот мир. Знаете, я хочу сказать, что Евангелие, оно вызывает или покаяние, или раздражение, гнев. Наверное, вы проходили, когда вы свидетельствуете кому-то, и вы видите, как человек реагирует, кого-то просто эти разговоры раздражают. И они начинают говорить, критиковать, где твой Бог, корона происходит. И они начинают вспоминать все проблемы этого мира, исключая свою собственную греховность. Или же Евангелие касается, человек задумывается, и человек приходит к Богу. Самое главное, чтобы Евангелие не убаюкивал. Недаром Господь говорит, если ты будешь не холоден, не горяч, если ты будешь теплый, я извергну тебя из уст моих. То есть Бог даже имеет большее расположение к человеку холодному. Потому что этот человек холодный, но он завтра может действительно так уверовать, что с такой силой, как он грешен, с такой силой будет проповедовать Евангелие. Но вот самое опасное — это теплота, это усыпление, это отсутствие. Да я верующий, но мне тяжело подняться, мне тяжело помолиться, мне тяжело вообще послушать Бога, прийти в церковь, мне тяжело. И происходит это остывание, это теплота. И вы знаете, проблема вообще заключается в том, что люди не хотят обременять себя. Они не хотят брать ответственности. Они просто не хотят взять ответственность в том, что решение за мной. Пойду я за Богом или нет? И очень часто люди оправдывают себя, говорят, вот я такой тяжелый человек, уже у меня было тяжелое детство. Или я такая, потому что вы бы знали, какой у меня муж. Или через что я прошла. И вы знаете, многие люди живут в синдроме жертвы. Я когда-то говорила об этом большую проповедь. Синдром жертвы. Вы знаете, это такая вещь, которую дьявол использует. Человек обвиняет весь мир. Человек ищет виноватых, но он никогда не скажет, что я нуждаюсь в прощении. Я приносил боль. Я совершал неправильные поступки. Поэтому ответственности нет. Человек ищет экскьюз. Человек ждет до последнего своего дня в этой жизни. Часто не успевает покаяться. И, конечно же, мы, как церковь, мы должны помогать человеку подойти ближе к Богу, познать его. И знаете, как человек может быть оправдан, если он не признает своих преступлений? Как Господь его оправдает, если он не понимает, что он грешник? Значит, нужно ему это сказать. Нужно показать заповеди. Нужно вести беседы с человеком. Нужно молиться за него. И Библия нам как раз и говорит, что научитесь, Иисус говорит, научитесь от меня. Отложите прежний образ жизни свой. Но часто, знаете, что говорить, мы не можем говорить другим, потому что сами в проблема. Сами в проблема. Поэтому человеку нужно перестать обвинять окружающих. Смотреть на себя, смотреть на свое сердце. И это тяжело. Это очень тяжело. Но, знаете, сейчас, особенно сейчас, когда закрывается очень много, знаете, больших таких церквей. Когда люди приходили больше, наверное, знаете, посмотреть как на концерт, на прославление. Мы знаем, что большие служения сейчас закрыты. Я так себе думаю, может быть, это во благо даже. Потому что, знаете, когда человек один на один с Богом, когда он не приходит на звук, на свет, на этот дым, спецэффекты, может быть, Духу Святому легче даже достучаться до него. Просто, когда он один на один где-то. Но это ни в коем случае, опять-таки, не оправдывает то, что люди игнорируют собрание, игнорируют служение. Вы знаете, сейчас многие говорят такую вещь. Какая же у вас любовь, если вы собираетесь в церкви, а вот собираться нельзя, вы подвергаете себя опасности. У меня опять вопросы. Почему же можно собираться в тех же магазинах, то есть в каких-то общественных местах, а церковь, которая несет заботу о душе. Вот церковь сейчас задавливается, друзья. Реально идет просто уничтожение ее. Поэтому давайте оставаться в истине, давайте оставаться в собрании, давайте вот эту критику, которую сейчас говорят. Сейчас даже такие вещи я слышу, что Иисус нигде не говорил вообще про церковь как таковую, что собираться, что это собрание, большое собрание святых. И у меня вообще большой вопрос, потому что, во-первых, Иисус сказал, что создам церковь и что врата ада не одолеют ее, да? Носем камни. То есть на этом откровении я создам церковь. Второе, он говорит интересные слова. Он говорит в Матвее 18 главе, он дает указания братьям, как действовать, если кто-то согрешит. И вот смотрите, интересный порядок. Если согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата. Если не послушает, возьми с собой еще одного или двух. Дабы устами двух или трех подтвердилось слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. То есть церковь существовала, и Иисус придавал огромнейшее значение. И мы с вами сейчас продолжение, продолжение его дела здесь вот на земле. И как переводится слово церковь, кто знает? Эклесия. Эклесия – это собрание. И знаете, тяжело назвать собрание вообще, когда собираются. Да, конечно, можно иногда делать по интернету, по видео. Но все-таки это собрание людей, которые отделены от мира, и которые стоят на одном основании. Вот так переводится само по себе с греческого слова церковь. И интересно вообще, что в Писании, вот сейчас говорят, что да, вот церковь, она там предоставляет как бы опасность. Это мой телефон или что это такое. Но я хочу вам сказать, вспомните первоапостольскую церковь. Через какие гонения она проходила. Вообще, насколько ее уничтожали. Насколько она действительно была ненавидимой и властями, религиозной верхушкой. Но церковь оставалась живой. Помните тот случай, когда было собрание, по-моему, Деяние 5 глава, и молодой парень сидел в окошке. И так как было душно, то он упал, вывалился из окна. Он упал, вывалился из окна, но за него помолились там апостолы, служителя, и он вернулся к жизни. Умер, но вернулся к жизни. И знаете, вот если бы такая ситуация вообще случилась, да, наверное бы сейчас, наверное бы сказали, да, в этой церкви там люди вообще умирают, да, не ходите туда, там неизвестно, что происходит. Опять случай Анания и Сапфира, которые солгали церковь, солгали Духу Святому о своем имении проданном, и они были умертвлены на месте, умертвлены на месте. Наверное бы сказали, эта церковь ненормальная вообще, там люди умирают за то, что десятину не принесли. Но это не остановило движение и роста церковь. Церковь существовала и существует по сей день. Когда Павел и Петр попали в темницу, когда действительно лидера, они подвергались вот таким, может быть, даже испытаниям, что церковь разбегалась, церковь продолжала собираться, мало того, что церковь собиралась, что они делали? Они хвалили Бога, они пели гибны, они прославляли Бога. Мы знаем, что темничные двери открылись от этой хвалы. Поэтому, несмотря ни на какие обстоятельства, церковь — это Божье творение, это Божий институт, скажем так, его здесь силы, власти, любви на земле, и она будет существовать, если только мы сами ее не разрушим. Как я сказала, церковь устоит, если она будет проповедовать истину. Даже если это истина, она будет не нравиться, и если эта истина, она будет действительно нашим основанием веры, такая церковь, она будет живой. И знаете, я хочу сказать, что количество не всегда определяет качество. Количество очень часто бывает сильно обманчивым, сильно обманчивым. И мы не должны забывать, что вот это послание, которое сказано, вернее, эти слова сказаны, что мы посланники от имени Христова и призываем людей, примиритесь с Богом, примиритесь с Богом. То есть, когда мы поднимаем голос, когда мы призываем людей посмотреть в себя, посмотреть на Господа Бога, мы продолжаем работу Божью здесь, на земле. Знаете, я хотела вам зачитать одну такую вещь. Очень многие церкви сейчас закрыты, особенно вот в Калифорнии страшно.